Выделения шишковидной железы в йогической терминологии называются амрута. Как только начинается секреция этой железы, все у вас становится прекрасным. Ограничивает не сексуальность, а чрезмерное отождествление с телесностью. Если уделять этому слишком много внимания, в своей голове вы станете извращенцем. Если попытаетесь избавиться от этого, то станете еще более извращенными в своем уме. Как-то раз 92-летний мужчина пришел к врачу на полное медицинское обследование. Врач осмотрел его и сказал, «Папаша, для своего возраста вы отлично сохранились. У вас все в полном порядке». Мужчина спросил, «Но, доктор, а как же моя половая жизнь?» Врач ответил, «Вы собираетесь думать о ней или говорить о ней?» Чем больше вы стараетесь не думать о чем-то, тем больше вы будете об этом думать. Такова природа ума. Существует множество причин, почему люди занимаются сексом. Для кого-то это просто удовольствие, для некоторых это способ создания связей, близости. В противном случае люди чувствуют, что отдаляются друг от друга. Возможно, у них все в порядке. Но многие считают, что если они не вовлечены в сексуальную жизнь, то они отдаляются друг от друга. Это не так. Вы можете быть очень близки с кем-то и без физической связи, не так ли? Но общество устанавливает свои нормы, особенно в этой части мира. Люди считают, что если нет сексуальности, то нет и отношений. На самом деле, мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что здесь, когда вы говорите «отношения», вы имеете в виду отношения, основанные на сексе. Ничто другое не является отношениями. «Я могу иметь с вами очень крепкие отношения и не беспокоиться о вашем теле». Не так ли? «Я могу не испытывать влечения к вашему телу, но иметь с вами очень крепкие отношения». Но все эти возможности полностью исключаются. Отношения означают, что вы должны быть физически связаны. Мужчина-женщина или мужчина-мужчина, женщина-женщина, как вам угодно. По сути, отношения, основанные на теле. На каком теле — это индивидуальный выбор. Но по сути, отношения телесные. Это произошло, потому что в какой-то момент наша идентификация с телом вышла за рамки обычных уровней идентичности. Это чрезмерное отождествление себя с телом. Вот почему отношения, основанные на телесности, лежат в основе общества. Тот, кто слишком сильно отождествлен со своим телом, естественно, ориентирован на секс. Потому что это наивысшее известное ему удовольствие. Есть способы, чтобы найти нечто гораздо большее. Как только вы попробуете что-то лучшее, мне не нужно будет говорить вам, оставьте это или бросьте то. Это уйдет в любом случае, не так ли? Существует определенная садхана, более интенсивная, чем сексуальность, более экстатичная. Если посмотреть на одном уровне, все измерения йоги так или иначе пытаются активизировать шишковидную железу. Потому что как только начинается секреция этой железы, все в вас становится прекрасным. Она генерирует огромное количество удовольствия внутри, по сравнению с которым все внешние удовольствия кажутся незначительными. Вот почему йогины просто сидят с закрытыми глазами. Не потому что они против удовольствий, они против маленьких удовольствий. Вот и все. Поэтому шамбови, во-первых, она сильно стимулирует секрецию шишковидной железы. В результате чего в течение дня вы ощущаете определенный уровень сладости. Из-за активности шишковидной железы вы остаетесь в определенном состоянии экстаза и блаженства. Это один из аспектов вашей физиологии, который очень близок к вашей осознанности. Остальная физиология направлена на выживание. Но шишковидная железа — это один из аспектов вашей физиологии, который очень близок к выходу за пределы физического. В йогических традициях эта сладость называется амбрута или амброзия, или эликсир жизни. Одна капля, попадая в систему, внезапно охлаждает весь организм. Теперь вся система смазана и функционирует с легкостью. Из организма и ума уходит отчаянное желание. Итак, амброзия означает, что вы нашли свое собственное удовольствие. Если вы невероятно радостны внутри, значит, вы нашли амбруту внутри себя. Тогда, находясь с людьми, вы пребываете в чрезвычайно приятном состоянии. вы больше не выжимаете из них удовольствие. Вы просто находитесь с людьми. Только теперь вы по-настоящему способны любить, а иначе это просто трюк. «Я люблю тебя» означает «Верит вам или нет, в этот момент люди заставляют себя поверить вам, потому что они нуждаются в чем-то, и вы в чем-то нуждаетесь, не так ли? Помните, Али Бабу и 40 разбойников? Сим-Сим, откройся, и вход открылся. Вот так и здесь. «Я люблю тебя» открывает многое. Я не говорю, что это правильно или неправильно. Это то, как люди управляются со своей жизнью. В этом нет ничего особенного. Но делая так, вы теряете возможность познать интенсивное чувство любви внутри себя. Вы в постоянном поиске, что я могу получить от этого человека, что может мне дать тот человек. Это мошенничество. Это называют любовью. Но это обман. Но если вы сами по себе чрезвычайно экстатичны, тогда вы делитесь своим экстазом, когда находитесь с людьми. Речь идет о том, чтобы каким-то образом поделиться с ними, если они сами не дошли до этого, а не смотреть, что из них можно выжить. Все основы вашей жизни изменятся. И да, и нет. В том смысле, что это ограничивается не сексуальностью, а чрезмерным отождествлением с телесностью. Таким образом, барьером становится не сексуальность как таковая, а привязанность к телу, которую она создает. Это определенно становится барьером. Этот вопрос исходит из слухов, которые вы слышали о том, как можно ассимилировать свое семя и прийти тем самым к высшим возможностям. Да, это правда. В то же время, человек приходит к этому не из-за воздержания. Это происходит благодаря направлению ваших энергий вовнутрь. Не то, чтобы кто-то просто воздерживается от секса, и вдруг его энергия упорядочивается и поднимается. Это не так. Если ваша энергия упорядочится и начнет двигаться вверх, потребность в сексуальности может исчезнуть. Но это не делает вас неспособным. Это не делает вас импотентом. Но потребность отпадает. Просто это больше не является компульсивной потребностью. И дело не только в этом. Пропадает вся компульсивность. По сути, большая часть сексуальности на планете происходит из-за определенной компульсивности. Не так ли? Это навязчивое стремление. Когда вы становитесь осознанными, когда исчезает компульсивность, это тоже испаряется. Просто потому, что люди так ориентированы на тело, они думают, что духовность противостоит сексуальности. Но они не связаны. Они не связаны между собой. Одно принадлежит телу, второе — другому измерению. Это происходит потому, что мировые религии, школы морали и этики всегда выступали против. И это стало таким важным вопросом в умах людей. Они считают, что единственный способ познать что-то запредельное — это дистанцироваться от этого. Потому что в какой-то степени вы не в состоянии принять простую биологию человека. Это трагедия, что вы не можете принять простую биологию. Вы либо восхваляете ее, либо пытаетесь от нее избавиться. Нет необходимости ни в том, ни в другом. Ее можно рассмотреть и как ограничение, и как возможность. Итак, будет ли из-за секса нарушена чистота вашей духовности? Я хочу, чтобы вы знали, что само ваше рождение не является чистым. Когда вы происходите от такого нечистого рождения, где же возможность для вас? Для вас нет никакой возможности. только если вы свалились откуда-то, если вас принес аист. Тогда есть вероятность того, что вы станете духовными. Если у вашей матери были нормальные роды, у вас нет такой возможности. Однажды шестилетняя девочка вернулась домой из школы и спросила. «Мама, как я родилась?» Мама смутилась и сказала, «Тебя принес аист». Девочка сказала, «Хорошо». И записала, «Мама, а как ты родилась?» «Меня тоже принес аист». «Мама, а как родилась бабушка?» «Ее тоже принес аист». Тогда девочка серьезно задумалась и начала писать что-то в тетради. Матери стало неловко. Она отложила готовку. К этому времени девочка закончила домашнее задание и оставила тетрадь на столе. Мать взяла тетрадь и прочитала. Это было сочинение, посвященное семейному древу. Девочка написала, «На протяжении трех поколений в моей семье никто не был рожден естественным путем». Поэтому из-за абсурдных идей мы либо преувеличиваем что-то, либо без всякой надобности пытаемся преуменьшить. Это играет определенную роль в вашей жизни. Если уделяете тому слишком много внимания, в своей голове вы превратитесь в возвращенца. Если вы попытаетесь избавиться от этого, то станете еще более извращенными в своем уме. В конце концов, сейчас, когда я говорю, это своего рода энергия. Вы смотрите на меня, это энергия. Вы слушаете меня, это энергия. Это разные выражения одной и той же жизненной энергии, не так ли? Сексуальность – это еще одно проявление той же энергии. Человек должен решить, сколько своей энергии и в каком направлении он хочет направить. Ведь в конце концов, вы ограниченное количество энергии, не так ли? Видите ли, это как ваш доход. Допустим, вы зарабатываете пять тысяч долларов в месяц. Сколько ты уходит на аренду жилья, сколько ты на еду, сколько ты на учебу, на развлечения, на отпуск. Вы распределяете, не так ли? Но завтра утром вы получаете зарплату и к вечеру растрачиваете ее. Тогда следующий месяц будет проблемным, не так ли? Конечно, у вас есть кредитная карта, но... Все в вашей жизни, если вы разумно распоряжаете свою жизнь, то все в ней распределяется в соответствии с вашим пониманием, вашими потребностями и возможностями, не так ли? Да? Ваши деньги, время, энергия, разве все это не распределяется вами так, как вы решите? Здесь то же самое. Сколько? прежде всего, нужно ли это вам? Или вы делаете это потому, что так принято в социуме? Если есть потребность, а я попрошу вас прекратить это, вы превратитесь в извращенца, потому что это будет происходить у вас в голове. Если кто-то говорит вам, ты должен это делать, если ты этого не делаешь, ты ненормальный. Это другой вид извращения. Нет необходимости ни в том, ни в другом. В конце концов, вы не ищете мужчину или женщину. Вы ищете определенный уровень приятности. Как только вы испытаете определенный уровень приятности, разве вы не захотите углубиться в это? Потому что какая бы приятность ни происходила, может, вы использовали другого человека, но приятное произошло внутри вас. Да? Предположим, что в любом случае внутри вас происходят приятные переживания, а другой человек — это просто ключ, чтобы добраться к этому. Разве вы бы не захотели иметь ключ в своих руках? Да? Что если вы сидите вот так, вы испытываете максимально приятные переживания. Вам никто не нужен. Нет. Видите ли, что угодно в вашей жизни, будь то удовольствие, деньги, любовь, одно, другое, неважно что, что угодно, как только вы становитесь зависимыми от другого человека, никто на этой планете не является по-настоящему надежным. Не так ли? Я постоянно слышу такие жалобы. Некоторые люди, как правило, женщины, жалуются, что их мужья чрезмерно увлечены физическим аспектом. Кто-то постоянно жалуется, он вообще ко мне не притрагивается. Что бы ни случилось, это проблема, потому что это никогда не будет происходить именно так, как вы хотите. Не так ли? Если это зависит от другого человека, ничто и никогда не будет происходить на сто процентов так, как вы этого хотите. Не так ли? Да или нет? Так никогда не будет. Неважно, даже если вы выйдете замуж за Бога, этого все равно не произойдет. До тех пор, пока ваш способ существования, удовольствие и радость зависят от другого человека, вам всегда будет на что пожаловаться. Неважно, насколько замечательен другой человек. Таким образом, в данном контексте люди могли говорить о воздержании. они говорили, что нужен перерыв, потому что, чтобы извлечь из кого-то удовольствие, нужно использовать много разных трюков. Это не происходит так просто. Это называется ухаживаниями. Если вы начинаете ухаживать, вам придется за это расплачиваться. Это требует огромного количества времени, усилий, энергии, и с этим связано много чего. Разочарование, ревность, разные проблемы. Поэтому кто-то сказал, что нужно отвлечься от всего этого и посмотреть, возможно ли это создать изнутри. Тогда общение с людьми будет происходить больше от любви, а не от нужды, что, безусловно, лучший способ быть с людьми, не так ли? Что, безусловно, является лучшим способом проявления уважения к другому человеку, не так ли? Уделите этому больше внимания. Вместо того, чтобы обращать внимание на то, то и это, уделите вот этому немного больше внимания. Это принесет вам гораздо больше удовольствия, чем кто-либо другой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова